Здравствуйте! В эфире нашего телеканала информационная программа «Городские встречи». Сегодня у нас в гостях Алексей Перелыгин, капитан полиции, с которым мы поговорим о фиктивной постановке на учет иностранных граждан. Здравствуйте, Алексей! Здравствуйте! Давайте с вами вначале как-то объясним. Вот фиктивная постановка на учет иностранных граждан. Это ведь какое-то преступление, которое наказывается по закону. Каким образом должна выглядеть эта процедура, чтобы все было законно? Ну, что касается уголовной ответственности, да, в настоящем уголовном кодексе мы предусмотрим уголовную ответственность за совершение преступления, а именно фиктивной постановки на учет иностранных граждан, либо лист без гражданства в жилом помещении на территории Российской Федерации. Хотелось бы отметить то, что данная статья в основном касается лиц, которые ставят на иммиграционный учет иностранных граждан, то есть приезжих с ближнего зарубежья к нам на заработки. Вот. Это в настоящее время большая проблема, потому что, к примеру, привести, то есть отделом дознания моего мандера Сишиловски за текущий период 2020 года, по данной статье расследовано 14 уголовных дел, 10 из которых, то есть уже направлены в суд и вынесли приговоры судов, и люди, совершившие их, уже понесли заслуженное наказание. Вот. Три уголовных дела планируется направить в суд с венитным актом, а одно уголовное дело уже находится в проверке в прокуратуре района. Вот. Ну, как бы граждане, которые совершают вот эту постановку на учет, вот, они мотивируют вот это преступление тем, у них является корыстный мотив, потому что в основном данное преступление совершают лица, которые не имеют постоянного источника дохода. И как это происходит в основном, то, что иностранные граждане по нашему российскому законодательству после приезда на территорию Российской Федерации в течение 7 суток должны встать на мировационный учет. Вот. Соответственно, на мировационный учет они встают в жилом помещении на территории Российской Федерации, то есть у них должна быть принимающая сторона. Вот. Принимающей стороной должен выступать гражданин Российской Федерации, имеющий регистрацию на территории Российской Федерации. Данный гражданин приходит в отдел по вопросам миграции, который занимается непосредственным контролем въезда и условий пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации. И согласно федеральному закону от 18 июля 2006 года номер 109 о миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства, данный гражданин, являющийся гражданом Российской Федерации, подает в данный орган соответствующее уведомление о постановке на миграционный учет о регистрации по месту пребывания иностранного гражданина или лица без гражданства. В котором указывают свои данные, то есть данные принимающей стороны и данные иностранного гражданина, который к нему прибыл. То есть иностранный гражданин должен у него проживать на территории его домовладения, то есть по месту его постоянной регистрации. Данные рекоментированы тем, что органы, контролирующие за поведением и за законностью пребывания иностранного гражданина на территории Российской Федерации, они должны и осуществлять его проверку, то есть по данному адресу. В соответствии с этим, когда соответствующие органы приезжают по месту регистрации на сам гражданина, они приехали, а его там нет. Они осуществляют несколько проверок, все это документируют. И потом, впоследствии, лицо, которое его зарегистрировало, становится уже участником уголовного судопроизводства, то есть в отношении его возбуждается уголовное дело, потому что данное лицо его зарегистрировало на сам гражданин, но он фактически у него не живет. Как из практики показывают то, что граждане Российской Федерации, в отношении которых были проведены проверки в соответствии с действительным законодательством и впоследствии были возбуждены уголовные дела, то они руководствовались при совершении данного преступления корыстным мотивом. Зачастую люди приходят в отдел по вопросам миграции, по каким-то своим личным делам. Инноценные граждане, которые уже неоднократно, приведем пример, приезжали на территорию, обслуживаемую нашим отделом полиции, для заработков работы, они обращаются к гражданам, смотрят, предлагают, просят зарегистрировать. Кто-то отказывается, а кто-то, допустим, те люди, которые не имеют постоянного срочного дохода, в целях легкой наживы денег, они соглашаются. Потом подготавливаются документы, он очень простой, это бланк уведомлений, он доступен в интернете. Чем в итоге это грозит тем людям, которые соглашаются на подобное нарушение? Что касается уголовной ответственности за данное преступление, в частности, наказание, получается, ну, люди несут в основном штрафные санкции. То есть в отношении данных лиц, зарегистрировавших на странах граждан, то есть применяется наказание в виде штрафа. То есть штраф по данной статье от 100 тысяч до 500 тысяч рублей. Но, учитывая то, что суд также учитывает то, что люди, которые совершают данное преступление, не имеют зачастую постоянного источника доходов, то они как бы назначают нижнейшего предела. Люди, может быть, не до конца понимают, они считают, что они зарегистрируют, да, иностранного гражданина, и ничего в этом такого страшного нет. А чем реально грозит то, что в миграционной службе не будут знать, где искать определенного иностранного гражданина на территории Рязанской области? Ну, вот что касается то, что если службы миграционные будут искать данного гражданина, вот если он им потребуется, они непосредственно поедут по его месту регистрации временной. То есть, по тому адресу, который указала им принимающая сторона. Вот. Если они там не найдут, а вдруг, то есть, принимающая сторона спросит, а где он? А она скажет, а вот она, он у меня не живет. Вот. Или она. То, соответственно, то есть, уже службы проверки, то есть, этих граждан, что касаемо, то есть, как в настоящее время сейчас, отдел по вопросу миграции, отделов полиции, вот. То они уже будут, как бы, ими приняты меры документирования, то есть, данное преступление, там, ушлицо, в каком они приехали проверять, вот. Оно уже само сказал то, что он не живет, то есть, то есть, он эффективно зарегистрировал данные на сцену гражданина. А как часто проводятся рейды по выявлению вот подобных? Данное рейдовое мероприятие проводится, то есть, как бы, ну, можно сказать, постоянно, то есть, вот, ездят, проверяют, то есть, потому что большое количество на сцену граждан, то есть, приезжает на территорию Российской Федерации не только в Нашиловский район, так и в другие районы. Поэтому службы, которые непосредственно отвечают за их законность нахождения на сцену граждан, они ездят, то есть, проверяют. Сам, по сути, иностранный гражданин за данное, по данным преступлению, он никакой ответственности не несет. В случае, если у иностранного гражданина просрочены какие-либо документы, то он несет административную ответственность по статье 8.1, либо 18.1, 18.8, вот. К нему применяются штрафные санкции в виде штрафа, либо выдворение за территорию Российской Федерации. Скажите, пожалуйста, а как часто Вы сталкиваетесь со случаями организации незаконной миграции? На практике этот случай, то есть, редкий, потому что данное преступление, можно сказать, на примере выявляется только в ходе расследования уголовного дела по статье 322.3, то есть, по факту фиктивной постановки на учет иностранных граждан на территорию Российской Федерации в жилом помещении. В ходе расследования данного дела, то есть, бывал случай, вот у меня в Фрезос находилось тоже дело, где данный гражданин, в отношении которого был вознужен его дел, пояснил то, что, то есть, не сам иностранный гражданин просил его поставить на миграционный учет, то есть, к нему обратился, то есть, допустим, гражданин Н Российской Федерации, то есть, предложил ему денежное вознаграждение в некой сумме. Вот. И попросил поставить на миграционный учет по месту регистрации иностранного гражданина. Вот. То есть, так же документы сами подготовили, вот, дали. Гражданин пошел, поставил на учет, то есть, он не сам встретил, не сам иностранного гражданина попросил, не сам он ощутил, а его попросили. И таким образом вытекает, то есть, уже другая статья уголовного кодекса Российской Федерации, это часть 1, статья 322, прямо 1, то есть, организация незаконной миграции. Ну, каким образом, вот, организуется эта незаконная миграция, и для чего такие сложности, вроде как, у нас закон достаточно, все достаточно просто и по закону делается? Грубо говоря, человек, который организует, то есть, незаконную миграцию, то есть, просит у человека, гражданин Российской Федерации, зарегистрировать у себя иностранного гражданина, вот, он преследует тоже какой-то умысел, у него зачастую, то есть, свой, там, корыстный мотив в данном деянии, вот. Ну, к примеру, то, что, чтобы на него внимание органы по вопросу миграции не обращали, но он у себя, там, зарегистрировал, там, пару человек, они у него, там, живут, работают, а ему охота, там, еще одного человека зарегистрировать за материальное возрождение. И он уже, как бы, заискивает цель, метод, то есть, и просит уже своих знакомых, там, у себя зарегистрировать, то есть, а по факту он там у знакомых жить не будет. И вот из этого вытекает уже уголовная ответственность, то есть, на то лицо, которое попросило своего знакомого зарегистрировать у иностранного гражданина. Потому что, еще раз повторюсь, данная вот эта статья гласит то, что иностранный гражданин должен проживать постоянно по месту своей регистрации. Вот в связи с этим, вспоминается, мы в последнее время все чаще и чаще слышим о таком понятии, как резиновые квартиры. Это тоже зачастую связано с иностранными гражданами, которые пребывают на территории Российской Федерации, не всегда законно. Как часто такие дела в вашей практике случаются? Квартира, в которой прописаны иностранные граждане, но там не проживая, вот это в простонародье, то есть, как бы, в разговорном речи, вот это называют резиновые квартиры. То есть, получается, там живут ее собственники, еще там прописаны иностранные граждане, которых там не живут вообще. То есть, они как бы прописались, но живут там где-то в другом месте. Вот еще хотелось бы отметить то, что если иностранный гражданин прописан по одному адресу, а проживает по другому, то на лицо, у которого он проживает, будет составляться административный протокол в случае выяснения такого факта. То есть, по статье 18.9 часть 4, потому что лицо, оно уже будет являться принимающей стороной иностранного гражданина. И, соответственно, он в течение трех рабочих дней должен уведомить, вот, отдел по вопросам миграции о том, что иностранный гражданин проживает у него, чтобы его сняли с миграционного учета по предыдущему адресу регистрации. Вот. А если человек не уведомляет, и данный факт подтверждается, то в отношении его столица административного протокола, по статье 18.9 часть 4, где минимальный размер штрафа 2000 рублей. И хочется отметить то, что это составляется за одного иностранного гражданина. Если у него будет проживать 10 иностранных граждан, не прописанных у него, то на него будет составлен 10 административного протокола. Так что, как бы, гражданам Российской Федерации, то есть, в частности, жителей нашей области, необходимо задуматься. То есть, стоит ли у себя иностранных граждан, то есть, поселять, которые у них не зарисовано, либо не стоит. А если уж они, как бы, хотят нанять их, то есть, для работы, так как зачастую иностранные граждане приезжают на территорию Российской Федерации с целью, то есть, заработать денег, то они, пускай, у себя, как бы, их регистрируют, а они у них поживают в доме. А для иностранных граждан это грозит либо штрафом, либо выдворением из страны. А в каком случае их могут действительно выдворить из России? Иностранные граждане могут быть выдворены из России, то есть, в случае, если сам иностранный гражданин, у него уже будет просрочен, то есть, документ его пребывания, вот. Если он нарушит законодательство Российской Федерации административной, вот. Что касается данного факта, то, ну, можно предположить пример, то, что у нас граждан, которые, то есть, осуществляют работу на территорию Российской Федерации, они получают патент, вот. Для продления патента, то есть, вот, они оплачивают там некую сумму, вот. И они должны это производить каждый месяц, вот. Вот, у нас гражданин, то есть, патент не проплатил, все, получается, он уже незаконно находится на территории Российской Федерации, и ему устанавливается срок, то есть, выезда с территории Российской Федерации. Если он добровольно не покинул, вот, этот срок, то потом уже на него составляется административный протокол по 18.8, вот. И федеральный суд рассматривает данное административное нарушение, и потом, когда сам гражданин примет санкции, то есть, выдворение его за территорию Российской Федерации. Что ж, Алексей, большое спасибо, что нашли сегодня время к нам прийти. Надеюсь, что наши телезрители услышали важную, интересную для них информацию, и задумаются, прежде чем нарушить закон. Вот мы тоже как бы будем надеяться, то, что люди будут больше увидев, то есть, в данном наступлении, понимать ответственность за регистрацию на самым граждан. Себя по месту жительства. Ну что ж, а наше время подошло к концу. Мы заканчиваем нашу программу. Желаем телезрителям всего самого наилучшего. До встречи в следующих выпусках. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова